Мы едем в Ревьеру, мы могли бы дойти пешком, но экономим свои силы, мы доедем сейчас до центра Золотых Песков, а оттуда отправимся пешком, такой у нас сегодня маршрут, и мы посмотрим, какая обстановка сейчас там, и все вам рассказываем. Субтитры делал DimaTorzok Вот мы в клубе Ревьера, прошли золотые пески, вот так выглядит первый отель, Нимха называется. Вот так выглядит море на золотых песках. Сегодня у нас какое число? 28 июля. По-моему, народу очень много в воде. И если предположить, что это только болгары, румыны, немножко поляки и немножко немцы, по-моему, это просто ужас, как много народу. Обычные дни, такого не бывает в обычные годы. А вот тут Ревьера, сторона Ревьера, здесь уже тихо. Мы пришли на курорт Ревьера. Это маленький курорт, здесь всего 5 отель. Это бывшая резиденция генерального секретаря Болгарско-коммунистической партии Тодора Житкова, кто не знает. Он находился на этом посту 35 лет. И резиденция его находится по всей Болгарии. Резиденция, которая была выкуплена частными лицами уже давно. Сейчас мы пройдемся по парку, пока еще светло, а потом искупаемся на этом чудном пляже. Здесь, несмотря на то, что так мало отелей, любят отдыхать очень много людей. Они приезжают на машинах, оставляют машины на стоянке рядом с этим курортом. Здесь из кранов льется минеральная вода, здесь минеральные бассейны, ну и вообще очень красивые отели. Посмотрим, какие из них сейчас работают. Вот это труба с водичкой, закупанная и выходит в простом море. Выходит труба с минеральной водой, поэтому море здесь горячее. И рыбки вон плавают прямо здесь. Вот так интересно здесь. И вода такая теплая-теплая. И вон рыбки. Вот такой здесь живописный берег. Но ресторан там не работает, я уже вижу. Не знаю, работает ли сам отель. Что-то какой-то вид у него не очень живой. Но пляж, тем не менее, функционирует. И народу на пляже очень много. Здесь повесили такую новую схему. Зелёным обозначены свободные зоны. Жёлтым это только для гостей, которые снимают какой-то отель в Ривьере. А жёлтый это потемнее, это платная зона для внешних гостей Ривьеры. Тут такого нет. Ну тут есть. А, ну здесь кусочек какой-то. Есть какой-то, да. Ну небольшой. Мы посмотрим эту часть пляжа. Она считается принадлежащей к какому-то отелю. Но здесь нет никаких лежалков, никаких признаков. Вот отель Империал. И здесь был шикарный пляжный ресторан. Но он закрыт. Тут вот там стояли такие белые диванчики. А в Шатрах тоже были такие настильчики. И ресторан занимался всю эту площадь. Но сейчас выглядит отель Империал. Сейчас я поднимусь повыше, но признаков жизни я пока не вижу. Вот там должен быть крытый бассейн. Вековые деревья. Это дуб. Виколисный дуб. Парк. Очень красивый здесь. А в душах течет минеральная вода. Я, кстати, хотела сходить. А, кстати, вот здесь тоже. Вот здесь вот кранчик для мытья ног. Из него почему-то он сломался. Вот машинка для очистки песка. Здесь можно мыться. Вода горячая, минеральная. Запах сероводорода. Ну, мы это знаем. Здесь везде из кранов. Изо всех течет теплая минеральная вода. Что особенно хорошо осенью, когда тут вода недостаточно теплая. Под душиком можно согреться отлично. Вот такие чудные лужайки. Вот это отель «Лотос». Но он тоже не работает. Минеральные души. Вот здесь вход в этот чудный минеральный бассейн. Должен был бы быть. И есть минеральная вода. Но никто его не подготовил для туристов. Там есть джакузи. Здесь и вон там рядом. Сосны, море и пустой бассейн, в котором можно было бы купаться в теплой минеральной воде. Вот этот маленький бассейн тоже не работает. Это горка для детей. Мы вообще ничего не рекламируем. Мы снимаем пустые бассейны. И то, что здесь ничего не работает. Ера знаменита своим прекрасным парком. И земноморскими соснами. Здесь их не один. Ну, по-моему, два или три. И здесь даже можно было пройти школу обучения ТС. Большую. Сейчас не знаем. Похоже, что курты тоже не работают. По этой дорожке то там начинается такая чаща. И там рос такой красивый огромный дуб. Но сейчас его спилили. Он есть только у меня на фотографии. Вот мы находимся в Риге. Самый гуще парка. Недалеко от моря. Что еще можно сказать о Риге? Сейчас этот курорт не работает. Мы это выяснили. И пляж арендует отель, который находится вообще далеко за дорогой. Называется Дольче Вит. И он почти все пляжи здесь арендовал для своих туристов. Сейчас Ера переживает нелегкие времена. Ну нормально. Сейчас пойдем купаться. Еще немножко покажем. Сейчас мы находимся около бутика отеля Оазис. Сейчас мы посмотрим на него классный бассейн, который тоже, наверное, пустой. Такой шикарный бассейн у отеля Оазис. Когда он налит водой, это просто зеркало. Продолжение моря. Еще и блогеры, которые снимают все лежа. Слушаем цикад. Куда-то убрали нашу скамейку. Здесь стояла такая классная-классная скамейка. Сосна упала, боже мой. Здесь отель Ривьера Бич. Пять звезд. Но я отсюда вижу, что бассейны пустые. На пляже, конечно, есть люди, но они не из этих отелей. Все красиво, увито плещом. Отличные сосны. Крутой пятизвездочный отель здесь. Называется Ривьера Бич. Стоит из двух корпусов. Территория вся ухоженная, но отель не работает. Сейчас мы пойдем на пляж и искупаемся. Может быть, в августе откроют. Все-таки есть такой шанс. Потому что почему не работать? Сейчас очень много гостей приезжает сюда. Курортный сезон не так и безнадежен. Да, вот одна розочка. Там на пляжах прибывает лодочка. На пляж Ривьера Бич. Деревья ухитые плещом. Как красиво. И чайки тут летают. Вот так вход выглядит. Все видно, что внутри совершенно не приспособлено для туристического сезона. Ласточкины гнезда. А вот здесь тренажерный зал. Его видно через окно. Видим, что в бассейне нет воды. Но он помыт. Красивенько могло бы быть. Вот такой переход между домами. Между корпусами, так скажем. Мы никогда тут не были. Поэтому так много снимаем. Хотя отель сейчас и не работает. Я думаю, что вот этот... Ну, он, конечно, не ухожен. Но розы болгарские все равно живы. Какое-то цветущее дерево. Пляж комплекса Ривьера. Чистенький. Кусочек приятный. Вода прозрачная. Море тихое. Ну, в общем, достойное место. Я здесь. Я вижу. Ну, давай-давай. Мы в Ривьере. На пляже пятизвездочного отеля Ривьера Бич. Здесь отель не работает. Но пляж открыт. И люди со всех ближайших отелей все здесь загорают и купаются. Уже вечер. Поэтому народу мало. А мы любим вечернее солнце. Поэтому мы тут. Побудная зона. Минеральная вода. С 7 до 20. Тут тоже объеблю. Дай дистанцию. Моем ноги. Вода запахла. Горячая? Горячая. Супер. Послушаем цикад. Вот ботик-отель Оазис. Вообще в этом отеле всего 5 номеров и плюс 15 люксов. Я думаю, что это очень дорогой отель. Но цены в этом году они не дают. Поскольку не работают. Вот такой прекрасный у нас парк. Вот эти мелколисные дубы. Просто им по 100 лет, наверное. Они такие здоровые. Такой дуб я посадила на нашем дачном участке. Из желудя вырастила. Он хорошо прижился. Но он еще такой маленький-маленький. А этому дубу, я не знаю. Но больше 100 лет, наверное. Это вокруг отеля Оазис. С одной стороны, с подъездной стороны, так скажем, выглядит вот так. Он весь увидит плющом. Это моя мечта. Я тоже хочу увидеть так плющом. Сейчас она не в самом лучшем своем виде. Но очень стильно смотрятся вот эти камушки и эти белоснежные цветы. Да, вот этот вилл, он все завивает. И даже табличку этого отеля. Вот видите, табличка. Отель Оазис. Да, он сам цепляется к штукатурке. Для этого нужно иметь такую штукатурку. Вот мы в парке Ривьера. Собираемся уже к выходу. Вот Ривьера. Ворот все больше, они все длиннее. Ну, такая вот у нас жизнь. Частный мод. Паркинг сохранил ту же самую цену. Пять левая. Да, мы на паркинге. А вот так арестовывают нарушителей, которые стоят в неположенном месте. Даже Рентукар арестовали. Вот такие гости. Из Швейцарии прямо. Сым. Пицца Маргарита. Проверяем, как заходит пицца. Пицца заходит. Рибко. Каменица. Ужина им по-богатому. Ммм. Ммм. Капка. Первое. Потрясаю. Собираем. Ужина. Пollow. ПО-пンパ. Победа. ПО-пенс. Поехали. Пу-пенс.